Привет, YouTube! Решаем задачу 155 из сборника Демидовича. Найти область существования следующей функции. Во-первых, заметим, что у нас есть корень из x, а значит подкоренное выражение неотрицательное. Также есть корень из синуса, а значит синус вместе со своим аргументом тоже неотрицательный. Первым неравенством всё понятно, а вот второе нужно решить. Для того, чтобы это сделать, начертим тригонометрическую окружность. Нас интересует неотрицательный синус, поэтому это верхняя половинка окружности. Теперь давайте определим, от какой точки до какой у нас находится верхняя половинка. Вот это точки вида 2πk, а следующая точка диаметрально противоположна, значит мы должны ещё прибавить π. Получается 2πk плюс π. Вот эта точка. Теперь давайте запишем это с помощью неравенства. Наша система эквивалентна. Первое неравенство переписываю, а второе неравенство запишем в виде двойного. 2πk меньше либо равно, чем корень из х меньше либо равно, чем... Теперь я ещё вынесу π за скобки и получится π на 2k плюс 1. Где k принадлежит целым числам. Однако заметим, что корень из х не отрицателен. А значит нас интересуют не все k, а только не отрицательные. Начиная с нуля и далее целые числа. Поэтому можно поставить вот здесь значок плюс и написать, что z плюсиком это множество элементов из целых чисел, которые больше либо равны нулю. Получается эквивалентно 4π квадрат k квадрат меньше либо равно х меньше либо равно π квадрат 2k плюс 1 в квадрате. Остаётся заметить, что первое неравенство системы выполняется автоматически. Так как у нас 4π квадрат k квадрат уже не отрицательно. А значит это и будет ответ. Его можно записать или в таком виде, или с помощью множеств. Ответ. Х принадлежит объединению пока целым не отрицательным. И теперь нужно указать промежутки. А это у нас отрезки. 4π квадрат k квадрат. π квадрат на 2k плюс 1 в квадрате. Задача решена.